Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды до воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Верою жена невеста Агнса в своем хождении перед Богом приготовила себя. И таким путем, прежде переселения своего на небо, она получила свидетельство, что она угодила Богу. И свидетельство сие состояло в том, что, минуя положенную всем смерть, ей дано было облечь свое тленное тело в нетлене своего нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова. В достоинстве весона чистого и светлого, весон же есть праведность святых. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать цикл проповедей апостола Аркадия «Угодить Богу», которое является откровением последнего времени, и оно адресовано жене невесте Агнса, то есть избранному числу из общего числа спасенных. И для большей ясности этого обетования, обетования обличения своего тела в нетлене своего нового человека, которое подлежит исполнению в преддверии нашей надежды, прежде чем мы получим право на встретение с Господом на облаках, выслушаем эту информацию в том порядке, в котором она записана в книге Откровения 19.1.9. Давайте посмотрим, что там за интересный порядок, где мы можем встретить наше нетление, представленное в весоне чистым и светлом. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинный и праведный суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая расстрелила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки Ее. И вторично сказали «Аллилуйя!». И дым Ее восходил в овете веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!». И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!». Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерью Агнца, и сказал мне, сиди суть истинные слова Божии». То есть вот какой здесь нам представлен с вами порядок. Апостол Аркадий говорит, что здесь нам представлен порядок. что для того, чтобы нам понять, каким образом будем увлекаться, весон чистый и светлый, он говорит, давайте прочитаем в том порядке, в котором представляет его Писание. И здесь мы практически слышим голос дважды, голос громкий, как бы многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных. И этот голос, во-первых, провозгласил, что Бог осудил ту великую любодейцу, которая орослила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И во-вторых, этот громкий голос, как бы многочисленного народа, как бы вот шум вот многих, и как бы голос громов сильных, провозгласил второе, что наступил брак Агенса, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Поэтому давайте, святые, обратим внимание, почему апостол Аркадий упомянул этот порядок. Потому что практически во всех его проповедях он будет нам проводить вот эти два портрета. Две тайна. Тайна беззакония и тайна благочестия. Потому что тайна беззакония настолько похожа на благочестие, надо просто увидеть ее внутреннюю суть, что она внутри отличается. Эта тайна беззакония внутри отличается от тайны благочестия. И нам необходимо это увидеть. Поэтому он говорит, пожалуйста, согласитесь с этим порядком. Говоря о весонии чистым и светлым, мы будем вспоминать великую любодейцу. Итак, в определенном формате, насколько позволил нам это Бог, исходя из меры нашей веры, мы с вами рассмотрели формат дисциплины, как ходить верой перед Богом, чтобы угодить Богу в лице ряда героев веры. Сегодня мы начнем рассматривать, как ходила верой перед Богом жена-невеста Агенса, причастниками которой является вся рассмотренная нами ранее плеяды героев веры, причастниками которой призваны быть и мы с вами. «Чтобы прежде переселения своего на небо получить свидетельство в достоинстве весона чистого и светлого, что мы угодили Богу». Итак, прежде чем перейти к жене-невесте Агенса, мы с вами выслушали повествование о Енохе, Ное, Аврааме и Иефае. И теперь как бы все эти образы для нас были суммированы в жене-невесте Агенса, причастниками которой являемся мы с вами. Но давайте вкрасно вспомним всех этих четырех героев и обозначим, чем они выделяются и какие они обладают уникальными сторонами. Ну, во-первых, свидетельство данное Еноху за то, что Енох угодил Богу, являлось Его рукотворное тело, во мгновение ока облеченное в нерукотворное тело, чтобы переселиться на небо, минуя положенную всем человекам смерть. Это то откровение, которое было дано Еноху. И это революционное откровение, что наше рукотворное тело при жизни, пока мы на земле и не перешли эту грань времени и не вошли в вечность, мы имеем право облечься в вечность, облечься в наше нерукотворное тело, то есть в нашего нового человека. Благословение Женое, это второй патриарх, которого нам было предложено рассмотреть, заключалось в изменении статуса рукотворного тленного тела из определения плоти в достоинство тела, чтобы получить юридическое право на облечение в нерукотворное тело. То есть Енох нам показал, какая красота заключается в том, чтобы облечь наши тленные тела в бессмертие нашего нового человека. А Ной сказал, друзья, этого никогда не произойдет, если ваше тленное, рукотворное тело будет называться тленной плотью. Он говорит, это должно быть рукотворное тело, не плоть. рукотворное тело, которое сможет облечь нерукотворное тело. И мы знаем, что мы определяем качество земли, потому что она производит. Если наша земля производит тернии волчьцы, то это плоть, а если она производит плод духа, или же мы отдаем члену в рабы праведности, то это тело. Авраам же, патриарх, показал, что ходить перед Богом это всегда ходить верою, а ходить верою это не всегда ходить перед Богом. Только хождение перед Богом дает юридическое право на обличение в нерукотворное тело. И мы знаем, что ходить перед Богом это возможно только в границах света, и когда мы являем этот свет внутри себя. Если мы ходим в границах света, но мы еще тьма, то мы ходим верою, мы не ходим перед Богом. Ходить перед Богом — это находиться в границах света и быть этим светом. Патриарх же Иефай показал, что без посвящения своего первого плода Богу в формате сокрушения своего духа невозможно будет наследовать обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. И мы слышали это прекрасное повествование о дочери Иефая, которая была посвящена Богу и которая поднялась на горы или же на конкретно ту гору, которая лежит в преддверии надежды и через сокрушение духа оплакала это обетование, то есть полила его. Поэтому мы с вами сделали заключение, что для того, чтобы это обетование возросло, его необходимо поливать. И то, что капает из этих глаз, это самооплакивание. То, что капает отсюда при сокрушении, вот только вот это может полить наше семя. И если мы не польем слезами сокрушение нашего духа наше семя, оно умрет, и это обетование будет не наше. А теперь, рассматривая приготовление жены невесты Агенса к обличению ее весом чистой и светлой, в категорию которых входит вся плеяда героев веры, нашей целью, с одной стороны, будет возможность исследовать и испытывать себя на предмет «Верили мы». А с другой стороны, разрушить в сердце человека основания, устроенные им из ложных твердынь спасения, чтобы на месте ложных твердынь спасения воздвигнуть истинные твердыни спасения. И рассматривать истинные твердыни спасения мы будем в дисциплине особого приготовления жены невесты Агенса, прежде чем ей дано будет право на власть, облечься весом чистый и светлый в лице своего нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова. Потому что никоим образом невозможно закладывать в своем сердце истинный фундамент из истинных твердынь спасения, имеющий в своем основании краеугольный камень, доколе не будут разрушены ложные твердыни спасения, ведущие человека в погибель вечную. Видите, я практически ничего не комментирую. Просто надо правильно прочитать с почтением и уважением. То есть, видите, как говорится, в комментариях не нуждается. Почему? Потому что вот когда мы с вами читаем, мы читаем, вникая, с благодарностью и с трепетом. А когда мы что-то комментируем, только для того, чтобы утвердить уже имеющуюся истину. А посему продолжаю рассматривать эту славную и судьбоносную для нас дисциплину, как ходить в веру и перед Богом, чтобы угодить Богу, чтобы нам в лице жены невесты Агенса дано было славное свидетельство в достоинстве весона чистого и светлого, так как хождение перед Богом верою в приготовлении жены невесты Агенса преследовало только одну цель – это угодить Богу, за что ей и дано было свидетельство в достоинстве весона чистого и светлого в предмете восхитительного нерукотворного тела, подобного воскресшему телу Христа Иисуса. Именно обличение в наше небесное жилище будет для нас живым свидетельством, что мы угодили Богу, прежде нежели мы будем восхищены на облаках в среднем Господу на воздухе. Как написано 1 Коринфянам 15, 47, 50. Первый человек – из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, то есть он обращается к тем святым, которые имеют возможность исповедовать веру своего сердца. А в большинстве случаев это сёстры в собраниях. На то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Другими словами говоря, рукотворное из праха земного тленное тело человека не может наследовать нетление. Эта мысль представлена в Писании многократно и многообразно. Именно усыновление нашего тела является целью, которой призвал нас Бог. Как Писание говорит, для этого нас и создал Бог. И для достижения этой цели необходимо, чтобы мы знали, как избежать положенную всем смерть, чтобы наше смертное тело по замыслу Бога поглощено было жизнью путем обличения его в нашего нового человека в достоинстве весона чистого и светлого. Вот посмотрите, как представлен вот этот новый человек в достоинстве весона чистого и светлого. Превосходно. И прежде чем мы начнем исследовать и определять, имеются ли у нас истины и твердыни спасения, устроением которых жена невеста Агенса приготовила себя, за что ей и дано было облечься в свое небесное жилище в достоинстве весона чистого и светлого, приведем на память определение некоторых ложных твердынь спасения, без разрушения которых невозможно будет устроять в своем сердце истинные твердыни спасения, чтобы получить уникальную возможность и способность ходить верою перед Богом. Чтобы таким образом угодить Богу, за что нам и дано будет облечься в весон чистый и светлый прежде нашего переселения на небо. Точно так же, как невозможно прежде, не очистив совести своей от мертвых дел, внести в нее определение истинных твердынь спасения, которые состоят в добрых делах, которые по своей сути являются делами Божьими, инициатором которых в нашем сердце является сам Бог. Так как именно ложные твердыни спасения, которые являются определением мертвых дел и которые определяют природу нашего злого сердца, делают нас заложниками вечной погибели. Итак, давайте, святые, посмотрим на вот эти десять твердынь ложного спасения. Твердынь – это они утвердились в сердцах и в умах верующих людей. И как мы видим, что Господь не сможет представить свои истинные твердыни до тех пор, пока ложные твердыни не будут разрушены. И потом на вот этом месте, где были разбиты ложные твердыни, нам будут даны истинные твердыни. И вот только когда у нас будут истинные твердыни, вот теперь, приняв эти истинные твердыни в формате слова истины, мы сможем взрастить их в плод правды. Или же весон чистый и светлый. Поэтому представьте, когда у человека есть мерзкие религиозные твердыни, он не обладает весоном нечистым и никогда не будет обладать светлым весоном. И все, что он делает, однажды Господь скажет, «Я никогда не знал тебя, беззаконник, отойди от меня». А проблема – ложные твердыни никогда не были удалены им из сердца человека. И эти ложные твердыни сегодня находятся в конституциях у церквей, у баптистов, пятидесятников, православных, католиков. Когда посмотришь на их конституцию, они все устроены из ложных твердынь. Там есть определенные правильные истины, и то они искаженные. Но в основном там все постановления, которые внесены в большинстве своем, это мертвые дела и ложные твердыни. Потому что если убрать все ложные твердыни, все, не будет ни пятидесятников, ни баптистов, ни православных, ни католиков, будут христиане, последователи Христа, ученики Христа. Деноминации будут разрушены. Но давайте посмотрим на эти десять твердынь, которые находят свое место в сердцах и умах верующих людей. Ну, во-первых, чтобы испытать и исследовать себя на предмет истинных твердынь спасения, приведем некоторые уже известные нам определения ложных твердынь спасения, состоящих, во-первых, в нашей уверенности и в уверенности своего спасения, спасения, которое мы получаем только в формате залога. Итак, первое твердыня, ложное твердыня спасения – это уверенность в свое спасение. Спасение, которое мы, по идее, получаем по Писанию в формате залога. Так как личной собственностью наше оправдание в спасении может стать лишь только тогда, когда мы пустим залог нашего спасения в оборот – в смерти Господа Иисуса, чтобы получить его воскресение Иисуса в формате взращенного нами в почве доброго сердца плода правды. «В силу этого миллионы христиан, переходя на ту сторону реки из времени в вечность, в надежде предвкушения небесного рая, оказались в преисподней, с дьяволом и ангелами его, а также с множеством подобных им людей, которые имели ложные твердыни спасения. Потому что в силу своей душевности и из-за отсутствия в себе Духа Христова, который может пребывать только в добром сердце, прежде очищенном от мертвых дел, они почитали истинные слова апостолов и пророков, которых Бог поставил над ними безумием. Так как они не позволили истине благовествуемого ими Слова разрушить в своем по природе надменном разуме ложные твердыни спасения, восстающие против познания Божия, избрав в себе учителей, которые могли бы листить их необрезанному уху». Итак, вот, пожалуйста, святые, первое твердыня. Уверенность в свое спасение. У нас не должно быть уверенности в спасении, потому что мы спасены не в уверенности, а мы спасены в надежде. Писание говорит, «Ибо мы спасены в надежде». И надежда – это то, что ожидает нас в будущем. Надежда – это то, что дает нам право возрастать. Вот если бы просто люди подумали на эту тему и поразмыслили над этим предложением, что мы спасены не через нашу самоуверенность, а спасены в надежде. А спасены в надежде – это не просто, вы знаете, я не знаю, спасен я или не спасен. Как повезет. Нет, Писание говорит, мы должны понимать, что у нас спасен дух. Но мы, как верующие люди, которые избавлены от ложных твердынь спасения и приняли истинно твердые спасения, знаем, что да, наш дух спасен, но у нас есть еще две субстанции, которые находятся в смерти. Это наша смертная душа и наше тленное тело. И нам необходимо, во-первых, спасти нашу смертную душу и скуплением Христовым, чтобы под средством потом спасенной души и обновленного мышления задействовать исповедание наших уст, исповедуя веру нашего сердца, начинать спасение своего тленного тела. То есть мы видим о том, насколько красиво представлено спасение. То есть у нас нет уверенности и самоуверенности, что я спасен. И в то же время у нас нет другой крайности. Да никто из нас не спасен, мы только зарабатываем на спасение. Нет, мы знаем, согласно Писанию, у нас спасен дух, но нам дается дух святой в залог, на время, чтобы мы могли возрасти во спасении или распространить свое спасение в Иисусе Христе на нашу смертную душу и тленное тело. Во-вторых, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие святые в силу своих сложных взаимоотношений друг с другом уловлены в капкан или в ловушку лукавого из-за неведения, как следует прощать друг друга до захода солнца. Что как раз и будет являться отсутствием братолюбия, братолюбия, переводящего нас из атмосферы и состояния вечной смерти в атмосферу вечной жизни. Как написано 1 Иоанна 3.14 «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Почему? Потому что мы любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. То есть вот нам необходимо иметь братолюбие, то есть иметь возможность прощать до захода солнца. Почему до захода солнца? Чтобы не переходить с этой обидой в следующий день, потому что в основном очень часто люди умирают во сне. Я думаю, что многие из нас могут засвидетельствовать, что у кого-то родители, прародители умерли во сне. А это самая страшная смерть. Самая страшная смерть, когда человеку даже не дается возможности сказать что-то Богу. Ладно бы человек попал в катастрофу, и у него была бы возможность, может быть, крикнуть в последний раз Господи. есть возможность помилуй меня. Наша святая мамочка, папочка легли в постель с обидой и не проснулись. Вот почему, исходя из верности Бога к своему слову, их собственные грехи никогда не будут прощены Богом, сколько бы они их не исповедовали и сколько бы, на их взгляд, они не творили добрых дел. Поэтому преисподняя в буквальном смысле слова, пишет апостол Аркадий, будет переполнена людьми с огорченным сердцем. Обида которых не позволила Богу быть их судьей, потому что обида в их жизни стала неправедным судьей, власть которого они вручили свои души. Посмотрите, какое красивое определение. Ну, вот где можно слышать такое определение обиды? Что такое обида в моем сердце? Это судья, во власть которого я передаю свою душу. Неправедный судья. И разумеется, когда человек передает такому судье свою душу, то такая душа пойдет в преисподнюю. Бог должен быть нашим судьей. Но мы не хотим, чтобы Бог был нашим судьей. У нас есть обида, и поэтому мы говорим, моя обида будет моим судьей. И все, и мы обрекаем себя на вечную смерть. Матфея 6, 14, 15. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Прощение, которому призваны прощать друг друга и не сходить друг к другу, лежит не в области наших раненых чувств, а в области нашего обновленного ума и нашей свободной воли, призванной вести своего эмоционального коня под усцы к послушанию заповеди Божьей. Тоже превосходное, превосходное определение, что такое прощение. Мы увидели, что такое обида. Это неправедный судья, во власть которого мы передаем всю нашу вечность. Я бы не хотел передавать свою вечность в руки вот этого судьи, злого судьи обида. Он никогда никого не милует. Он никогда никого в жизни еще не помиловал. Он стучал молотком и сказал в преисподнюю его. Господи, только милость у тебя. А Господь говорит, передай мне вот эту боль, передай мне эту обиду, позволь мне быть судьей. До тех пор, пока у тебя есть обида, пока есть обида, у тебя есть судья, который тебя направит в преисподнюю. А теперь, что такое прощение? Посмотрите, опять же, прощение, оно не находится в области чувств, а в какой области находится прощение? Оно находится в области обновленного ума, оно находится также в нашей свободной воле, которая находится в рабстве у нашего обновленного ума и которые вместе ведут нашу эмоционального коня под усы, куда? К послушанию заповеди Божьей. То есть практически прощение – это послушание, которое не исходит от наших эмоций. Поэтому, если наши эмоции ранены, то Господь понимает, что необходимо время, чтобы это зажило. Но мы должны понимать, что прощение, просто необходимо поместить его из атмосферы наших эмоций в атмосферу нашего обновленного ума, где он вместе с волей смогут взять под усы этого эмоционального коня. Вот такая вторая твердыня ложного спасения, то есть неведение, как следует, прощать до захода солнца. В-третьих, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие святые воспринимают в своих умах свое тело за храм Святого Духа, который они построили на песке, когда на самом деле в лучшем случае это синагога иудейская, а в худшем это синагога сатаны. То есть, вот, пожалуйста, следующее твердыня. Люди полагают, что их тела храм Святого Духа, когда рождаются свыше. А необходимо построить этот храм. А им вот в голову вложили ложную твердыню. Вы уже являетесь храмом Святого Духа. У меня основания нету. Ты уже храм Святого Духа. Но я читаю, в Писании было поставлено основание, были поставлены стены упования. И это потом называлось храмом Божьим. Но уже проповедники, которых Бог не послал, говорят, вы все являетесь храмом Святого Духа. Матфея 7, 18, 27. Итак, всякий, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились рети, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились рети, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Итак, чтобы заложить твердое основание для своего спасения из истинных твердынь спасения, необходимо слушать слова человеков, которых послал Бог, и исполнять их, а не слова учителей, которых мы выбрали путем омерзительного для Бога демократического голосования. Поэтому мы разрушаем эту тверденью. Когда мы рождаемся свыше, в лучшем случае я синагога иудейская, в худшем я синагога сатаны. И как это определяется? Вот нам было предложено увидеть. Через то, как мы реагируем на слово, мы общерожденные от семени слова истины. Как мы реагируем на истину и как мы реагируем на ложь? Почему мы выбираем людей, которые лгут? А почему вы выбрали человека, который говорит истину? Иногда больную истину. Истина, которая, во-первых, обрезает ухо, потом обрезает сердце, потом погружает наш необрезанный ум в смерть Господа Иисуса Христа, потом надо еще и уста свои привести в порядок, чтобы они исповедовали веру нашего сердца. Очень много вот этих болезненных вещей, но вы выбрали истину. Почему? Потому что вы являетесь храмом Святого Духа, но поначалу мы должны были показать, что, Господи, мы являемся синагогой иудейской. А как поступает, вот как поступил Аир в синагоге иудейской? Он прибежал ко Христу, и первое, что он сделал, он упал к ногам и обнял его ноги и сказал, «Приди ко мне домой». И это был Иаир, это был священник, это был начальник иудейской синагоги, а люди, которые не принимали Христа, изгоняли его из синагоги, били его, то это синагога иудейская. Поэтому наша реакция на истину, сможем ли мы обнять Христа, обнять его ноги в лице его благовестников, и говорит о том, что мы иудейская синагога, которая потом трансформируется в храм Святого Духа. Но мы не становимся храмом Святого Духа. Мы должны сказать, что Господь мой иудейская синагога, я внимаю Христа в лице его ног, посланников, для того, чтобы принять истину, истинных твердынь спасения, положить их в основание свое, и потом на них воздвигать стену упования, которые потом в будущем станут храмом Святого Духа. В-четвертых, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие святые воспринимают крещение Святым Духом со знамением иных языков за вождение Святым Духом и определяют акт крещения Святым Духом за свое родство с Богом и за вождение Святым Духом. В то время, как родство с Богом определяется не крещением Духа Святого, а способностью быть водимым Святым Духом. Не сверхъестественная способность говорить на иных языках, а способность водиться Святым Духом. Потому что только все водимы Духом Божиим в суть Сыны Божии, как и написано Римлянам 8, 14. Нам следует раз и навсегда усвоить, что Дух Святой может вводить человека исключительно в пределах истинных твердынь спасения, которые пребывают в сердце и в уме человека в предмете начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если у нас нет познания, из каких определений состоят истинные твердыни спасения, которые мы можем уразуметь и приобрести исключительно путем слушания благовествуемого слова, то у нас не будет никакой возможности испытать себя, верили мы. Вот, пожалуйста, нам необходимо понимать, что наше родство с Богом определяется через вождение Святым Духом, но через нашу способность говорить на иных языках. Только через способность вождения Святым Духом. Опять, Дух Святой может вводить только в пределах истины. Вот, пожалуйста. Поэтому, если в нашем сердце нет вот таких границ, пределов истины, то Дух Святой лимитизирован, Он не может нас вводить. И поэтому наше родство с Богом, опять же, определяется через что? Через наше отношение к истине. И если у нас есть истина, то когда есть истина, всегда приходит Дух Святой. Когда есть Тумим, всегда приходит Урим. Поэтому вот это и есть наше родство. Если у меня Урим и Тумим, если у меня Слово Божие помазано Духом Святым, если у меня только громкая молитва на ином языке, чтобы всем показать, что я в родстве с Богом. А это не является родством Бога. Это самообман. Это духовное проявление, но это не Дух Святой, как мы с вами научены. В-пятых, ложные твердыни спасения состоят в том, что некто невежда в познании истины, которого мы избрали своим учителем, научил нас, что всякий раз, когда мы молимся на иных языках, мы якобы в этот момент времени как раз-то и поклоняемся Богу в Духе и в истине. В то время, как на самом деле поклонение в Духе и в истине – это с одной стороны, когда мы молимся на том месте, на котором Бог положил память своего имени. Вот, пожалуйста. То есть, опять же, мы возвращаемся к крещению Духа Святым со знаменем и наговорением, что люди почитают, что вот это и есть поклонение в Духе и в истине. И посмотрите, сейчас несколько аспектов пастырь покажет, каким образом мы поклоняемся в Духе и в истине. Он говорит, первое, нам необходимо находиться на том месте, на котором пребывает память Святого имени Бога. Исход 20-24. Сделай мне жертвенник из земли и принеси на нем все сожжения твои. И мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приведу к тебе, я приду к тебе и благословлю тебя. То есть, где Господь благословит? Только на том месте, на котором пребывает память имени Его. И где мы сделаем вот это жертвенники земли. То есть, вот эту землю, вот это тело приведем и посадим на этом месте. Конечно же, эту землю можно рассыпать на диване перед телевизором, либо собрать ее, принести и сказать Господь, «Я сегодня делаю жертвенник на том месте, на котором…» Вот вы сейчас являетесь этим жертвенником. Вы посадили свое тело, вы могли сейчас находиться вообще дома и щелкать каналы, но вы пришли сюда. Почему? Потому что вы сделали жертвенники земли, и вы пребываете на том месте, на котором пребывает память Святого имени Его. И мы знаем, что таким местом может являться только то собрание, которое отвечает требованиям характеристик доброй жены, которая определяет собой достоинство тесных врат и называется в Писании женой невесты Агнса, которую, чтобы найти, необходимо усилие. Притча 18, 23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть найти добрую жену – это найти место, на котором пребывает память Святому имени Божьему. Послушайте, как ответил Иисус на вопрос некоего человека, «Неужели мало спасающихся?» Луки 13, 23-24. «Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут». И на это, конечно же, есть причина, почему многие поищут и невозмогут. И состоит она в том, что они являются растениями, которые не Отец наш насадил. А с другой стороны, когда мы молимся в духе и в истине, которые отвечают требованиям совершенной воли Божьей, означены в Писании, которая может быть для нас доступным, если мы признаем над собой власть человека, посланного Богом. Иоанна 4, 23-24. «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться истине». Исходя из данных слов, сказанных Иисусом, одной безымянной женщиной из Самарии у колодца Яковлева, обозначает, что молиться в духе – это молиться в своем обновленном уме, который именуется тайной комнатой. «В то время как молиться или поклоняться в истине означает молиться в соответствии истины, сокрытой и пребывающей в нашем добром сердце». Опять же, меня вообще пастор удивляет. Всякий раз, когда он дает определение, он показывает один и тот же стих, который я слышал но с его уст тысячу раз. И всякий раз, когда он говорит, он постоянно поворачивает вот этот драгоценный… Как он работает, интересно, я отобретил внимание, он работает с каждым местом Священном Писании как с драгоценным камнем. И когда он поворачивает, он видит определенные новые грани, которые обогащают, дополняют и показывают ценность этого откровения. Вот посмотрите, что такое молитва в духе и в истине. Что молиться в духе – это молиться в своем обновленном уме, который именуется тайной комнатой. То есть оказывается, что если у меня не спасена душа, или же если мое мышление не обновлено духом моего ума, никакого поклонения в духе и в истине не может быть. Что оказывается, для поклонения в духе и в истине это не просто молиться громко на иных языках, а это спасти свою душу, то есть обновить свое мышление духом своего ума или той истиной, которая сокрыта в моем духе. То есть посмотрите, поклонение в духе, паста и говорит, здесь должна присутствовать душа человека. Если душа, обновленное мышление не присутствует, никакого поклонения в духе и в истине не может быть. И разумеется, в истине это молиться в соответствии истиной, которая сокрыта в нашем мудром сердце. Поэтому даже в этих определениях для меня прорисовалась вот такая картина. Если меня спросили, Даниил, скажи коротко, что такое молиться в духе и в истине? Я говорю, скажу вам одно, нам необходимо иметь мудрое сердце, и это сердце, которое очищено от мертвых дел, и туда внесено на счастье учение Иисуса Христа. И этим учением необходимо обновить свое мышление, чтобы когда я говорил Господу слова, чтобы они соответствовали той истине, которая сокрыта в моем сердце, а не чтобы я говорил бред, бред Господа, прости меня, прости Господи, прости меня Господи, прости. Почему люди так молятся? Это не поклонение в духе и вестине. А что этому предшествовало? Нам необходимо было найти место, на котором пребывает там и святого имени Божьего, и признать человека, посланного в нашу жизнь Богом. Место, человека, и теперь я могу поклоняться в духе и вестине. Почему? Потому что я от этого человека принял истину в свое сердце. И Писание говорит, теперь у тебя мудрое сердце. Но это не говорит, что ты будешь молиться в духе и вестине. Спасай свою душу, обновляй свое мышление, и потом позволь мне услышать исповедание веры твоего сердца. Не на ином языке, а именно на твоем родном языке. Я хочу послушать, как эта истина будет звучать вот в этом поклонении. При этом речь идет о такой истине в сердце, которая представлена в достоинстве начальствующего учения Христова, которая обнаружила себя в наших устах в плоде взращенной нами правды и семени принятого нами оправдания. Тоже очень богатое определение, что мы исповедуем в поклонении в духе и вестине истину, которая сокрыта в начальствующем учении. Но это истинно начальствующее учение, она должна обнаружить себя в плоде. В каком плоде? В плоде, который был взращен из семени. Из какого семени? Из семени оправдания. А если у меня нету плода, а я исповеду учение, это не является поклонением в духе и вестине. Это не является поклонением в духе и вестине. Это не есть хождение перед Богом. Это может быть хождение верою, но это не хождение перед Богом. Посмотрите, сколько много интересных граней прорисовывается. То есть мы увидели, что, я не знаю, с каждым новым абзацем пасырь поднимает планочку так незаметно-незаметно. Это сможет кто-то туда может прыгнуть. Посмотрите. Таким образом, только после того, когда мы взрастим нашего Мафусала, ключевое слово только тогда, когда мы взрастим нашего Мафусала в формате взращенного нами плода правды, в образ мужа совершенного, который достигнет полноты возраста Христова, сокрытого в символическом образе числа 300, только тогда мы получим свидетельство, что мы угодили Богу в достоинстве нашего нерукотворного небесного жилища или в достоинстве весонно чистого и светлого. Исходя из такого утверждения не рождение Мафусала в плане обретения плода правды, то есть рождение Мафусала это обретение плода правды, которое является результатом пущенного нами в оборот залога спасения всеми неоправдания, а наша способность, способность нашего духа в лице Мафусала творить правду, творчество которой состоит в вхождении перед Богом, которое угождает Богу и дает нам и Ему юридическую возможность дать нам во Христе Иисусе взамен перстного жилища, новое небесное жилище, чтобы переселить нас к себе на небо, минуя положенную всем сынам человеческим смерти, которое будет являться свидетельством, что мы угодили Богу. Вот опять же, удивительно, на вопрос, скажите, пожалуйста, пастор, что значит поклоняться в духе и вестине? Он снова привел нас к обетованию, которое находится в преддверии нашей надежды. То есть мы видим, что он очень много думает на это тело. Мы здесь увидели, что нам необходимо не только родить Маффасала, то есть это обретение плода правды, но нам необходимо взрастить Маффасала, то есть необходимо творить правду. Поэтому это все относится к поклонению в духе и в истине. То есть нам надо обрести правду и творить правду. То есть цель-то у Еноха была не просто родить Маффасала, а по рождению Маффасала ходить 300 лет. И только вот это хождение по рождению Маффасала как раз и позволило Еноху угодить Богу. Поэтому наша цель не просто обрести плод правды, а мы обретаем плод правды для того, чтобы творить правду и правосудие Божие. В-шестых, ложные твердыни спасения, состоящие в мертвых делах, на которые мы упываем как на добрые, это тогда, когда мы полагаем, что наши жены спасаются через щедородие, как написано 1 Тимофея 2, 12-15. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена прельстившись впала в преступление». Впрочем, спасется через щедородие, если приводит вере и любви и в святости с целомудрием. По сути дела, этот перевод противоречит всему духу Писания, так как мы получаем оправдание не через щедородие, а даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, как написано. «Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе», то есть оправдание даром, спасение, как дар благодати, но не через щедородие. Дело в том, пишет апостол Аркадий, что в греческом оригинале не существует предлогов, и переводчики ставят их по тому смыслу, как они это понимают. Исходя из греческого оригинала этого стиха, на самом деле это место звучит так. «Впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если пребудет вере, то есть имеется в виду вероучений, которые устроены в ее сердце из истинных твердын спасения, состоящих в любви Божьей, которая, с одной стороны, определяется в любви к правосудию и ненависти к беззаконию, а с другой стороны, в братолюбии, которое переводит нас из состояния смерти в атмосферу жизни. Затем в святости с целомудрием. Святость — это способность и разумение отделять себя от всего несвятого. А целомудрие — это правильное отношение к противоположному полу, которое состоит в способности, дисциплине и здравомыслии не возбуждать низкие инстинкты противоположного пола своим поведением, своими словами и своей одеждой». То есть, пожалуйста, вот мы увидели здесь, каким образом люди спасаются с рожденными ими детьми при условии, если у них будет вера, любовь, святость и целомудрие. То есть, мать должна понимать, что она спасется с детьми или же сохранит ей вот это обетование, спасет, что ты и весь твой дом. Если вот эти будут четыре критерия. Вера, то есть полнота начальствующего учения, любовь, любовь к правосудию, любовь ко святым, иметь братолюбие и ненависть к беззаконию, святость, то есть необходимо иметь святость, это способность, разумеется, отделять себя от несвятого, и целомудрие, то есть необходимо, разумеется, иметь дисциплину и здравомыслие. То есть это эти четыре критерия, которые позволят матери спастись с рожденными ею детьми. Очень грустно, очень грустно, что это прекрасное местописание, говорящее о том, что спасешься ты и весь твой дом или рожденные тобою дети, если пребудешь в вероучении, в любви Божией, состоящей в братолюбии и в святости с целомудрием, было так искажено и изуродовано. И учитывая, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, а есть только функция мужа и жены, которыми призваны обладать и мужчины, и женщины, без которых невозможно принять спасение и возрастать во спасение. Молчать и учиться должны и мужчины, и женщины, потому что учить могут только те мужчины и те женщины, которых Бог сделал учителями. Например, судья Израиля Девора, жена Лапидофова, была учителем и пророком для всего Израиля. Когда входили мужчины и женщины, куда входили мужчины и женщины, так как через ее уста передавалось слово, исходящее от Бога. Таким образом, Девор исполняла функцию мужа. Военачальник же Израиля Варак исполнял функцию жены. Кстати, заканчивая эту мысль, апостол Павел сказал, что понять эту мысль и это откровение может только человек духовный или пророк. В данном случае слово исходило от Деворы, перед которым должны были молчать все, кто признавал за нее достоинство судьи Израиля. Поэтому Писание говорит, что тот, кто духовный и пророк, тот поймет это откровение, и, разумеется, вот это шестая твердыня будет разрушена в жизни такого человека. В-седьмых, ложные твердыни спасения сосают в том, когда мы полагаем, что женщина на социальной лестнице стоит ниже, чем мужчина. И таким образом умоляем в Боге природу жены, которой Бог обладает по своей исконной природе. Я для себя подчеркнул, где святые, почему это опасная территория. По той причине, потому что, когда мы умоляем достоинство женщины, мы умоляем в Боге одну из его природ. А я, честно говоря, не хотел бы конфликтовать с Богом. Ну, не хотел бы я конфликтовать с Ним. Потому что Бог создал мужчину и женщину, и женщину по своему образу и подобию, и дал им обоим имя человек в день сотворения их. Бытие 5, 1, 2. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, кого его? Мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Далее Бог наделил как мужчину, так и женщину равными правами владычествовать над землею, а в брате друг над другом. Давайте посмотрим вот эти владычества над всей землей у Адама и Евы и у братья, у мужа и жены. Два места в Священном Писании. Во-первых, Бытие 1, 27, 28. «И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». То есть здесь я для себя подчеркнул. Ага. То есть Бог сотворил мужчину и женщину по своему образу и по своему подобию. Все. Если я буду пренебрегать женщиной, или женщина будет пренебрегать мужчиной, мы умоляем в Боге его природу. Еще раз. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть Господь передал владычество человеку в лице мужчины и в лице женщины. А как происходят вот эти отношения между мужчинами и женщиной в брате, где они владычествуют друг над другом? 1 Коринфянам 7.34. «Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна своим телом, но муж равна». Вот это слово «равна». Для многих это смертельное слово. «Равно» — это вот такие две полосочки горизонтальные. «Равно, и муж не властен над своим телом, но жена». Вот эти две полосочки по горизонтали, это говорит, что говорится здесь, оно равносильно тому, что говорится здесь, ни больше, ни меньше. Таким образом, ставя женщину на социальной лестнице ниже, чем мужчину, мы ставим одну природную особенность Бога ниже, чем другую, забывая о том, что мужчина и женщина призваны представлять образ и подобие Бога и стоять на одной социальной ступени, но выполнять во плоти разные функции, так как в Духе во Христе Иисусе не существует пола, а существуют только функции, которыми наделенные, как мужчины, тать и женщины во Христе Иисусе. Поэтому, святые, в этой седьмой составляющей мы не имеем права умолять достоинство ни жены, ни мужа. И слово «равно», «равно», то есть мы не имеем права умолять друг друга. Умоляют, конечно же, больше женщин. Поэтому сегодня, почему движение феминисток? Потому что женщины хотят вернуть свои права. Хотят вернуть свои права. Конечно же, это совершенно другая крайность, куда женщины залетели. Почему сегодня много в церквах, с такой демократической структурой, где женщинам закрывают рот, очень много пророчествующих сестер? По той причине, потому что Писание говорит, пророчество не умоляй. Единственный способ у женщины вырвать какие-то свои небольшие права, начинать пророчествовать и говорить, что так говорит Дух Святой. Она и себе подписала смертельный приговор, потому что это не Дух Святой. Ты хочешь доказать вот этим людям в штанах, что ты тоже имеешь право голоса, ты тоже человек. Но не надо было этого делать. Что ты здесь делаешь, что ты здесь делаешь, где этого народа? Здесь же не то место. Ну, найди место, на котором пребывает память Святого имени. Ты подписал себе смертный приговор, ты свои мысли передала от Духа Святого. А эти, которые слушают тебя, говорят, слава Господу, Господь через... сказал, нам проговорил. Они тоже подписали себе смертный приговор. Должен быть определенная красота, определенный порядок. Восьмых ложных твердыни спасения состоит в том, когда мы полагаем, что всякая жена... Посмотрите, какую ставку сатана сделал на женщин. Что всякая жена во время молитвы должна иметь некое покрывало на своей голове, которое свидетельствовало бы о том, что она на социальной лестнице стоит ниже, чем мужчина. На самом деле здесь речь идет не о каком-то покрывале, которым должна покрывать себя женщина сверх своих волос, а о прическе, которая должна быть и отделять женщину от мужчины. 1 Коринфянам 11.10.15 «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ангелами. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растет волосы, то это бесчестье для него, но если жена растет волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Волосы даны ей вместо покрывала. «В Израиле иметь покрывало на своей голове сверх своих волос в достоинстве кедара призваны были только сыны Аароновы, то есть священники, да и то только во время служения своего в храме. Вне храма они не могли иметь на своих головах такого покрывала, чтобы им не умереть». Исход 28.39.41. «И сделай хитон из вессона и кедар из вессона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним. И помажь их, и наполни руки их, посвяти их, и они будут священниками мне». То есть вот, пожалуйста, в Израиле только священники одевали на свою голову кедар. Почему? Потому что у священников были мужские короткие прически. Ну и не такие, разумеется, короткие, но была мужская короткая прическа. И поэтому категорически запрещалось Богу приходить без покрывала, потому что Бог представлял мужа. И единственная возможность для священника – это свою короткую прическу у мужчины, покрывать ее кедаром и показать, что «Господи, я исполняю функцию женщины. Я буду принимать от тебя то, что ты хочешь передать мне. Скажи мне, Господи, что ты хочешь передать мне. Я хожу в твое присутствие, чтобы слушать тебя и повиноваться тому, что ты мне скажешь». Ну, во-первых, разумеется, можно ли женщине, у которой уже длинные волосы, носить косынку? Конечно же можно, если это является просто головным убором. Я знаю, что у нас есть сестры, которые носят именно это как головной убор, и это вполне нормально, им это очень подходит. То есть такие покрывала никогда человека не уродовали. То есть женщины, когда одеваются красиво, правильно, это хорошо. Когда-то не являются религиозной принадлежностью. Но когда это просто, чтобы благовидно, красиво, правильно, оно очень красиво смотрится, и только чтобы это не было религиозной принадлежностью. В-девятых, ложные твердыни спасения состоят в том, когда мы полагаем, что все мы имеем помазание, и нет нужды, чтобы кто учил нас, так как имеющееся у нас помазание учит нас как будто бы всему. Давайте прочитаем, что это значит за помазание, и чему оно нас учит, и вообще, как получить это помазание. Там целый процесс, целый процесс дойти до этого помазания. 1 Иоанна 2, 18-27. «Дети последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли. И через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого, и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Это Я написал вам об обольщающих вас». То есть Он говорит, «Я не пишу вам здесь о каких-то откровениях. Я говорю о том помазании, которое поможет вам сделать различие между ложью и истиной. Он говорит, «Я это пишу только об обольщающих вас». Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывайте». Вот если вот так вот выбрать вот это местописание, что помазание, которое я получил от Бога, во мне пребывает, и нет нужды, чтобы кто меня учил. Все. Беру Библию под мышку, говорю «гудбай», «до свидания», я пошел. У меня есть помазание, и мне нет нужды, чтобы меня учил человек Божий. И тогда Писание говорит, «Подожди, а о чем здесь говорится? Там говорится об людях, обольщающих нас, что наше помазание будет учить нас одному, где истина и где ложь, где истинный апостол, а где лжиапостол». Вот и все помазание, которое учит нас всему. Где лжиапостол, а где истинный апостол. Во-первых, следует отметить, что помазание может учить нас только при одном условии, если мы будем ходить во свете, в котором ходит Бог, что позволит нам иметь общение друг с другом, в котором помазание получает власть на право действовать в нас. Псалом 132, 1-3. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь на веке». Во-вторых, помазание получает право на власть действовать в нас только после того, когда кровь Иисуса очистит нас от всякого греха. Очень уникально, что о помазании мы говорим только тогда, когда кровь Иисуса очистит нас от нашего греха. 1 Иоанна 1, 7. «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом», о котором мы прочитали, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вот, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Именно через общение друг с другом, которое происходит в границах света, в котором ходит Бог, мы имеем право на власть очищения от всякого греха. И тогда помазующая власть помазания начинает действовать в тех границах, в которых мы были очищены от греха. При посвящении Аарона и сынов Его в священнике Богу в Доме Божьем вначале на каждого из них возлагалась кровь жертвенного овна, и только затем на них кропился елей помазания. Вначале кровь, потом помазания. Но чуть-чуть выше вспоминаем, пастырь говорит, «Подождите, кровь нас будет очищать только тогда, когда, когда». Когда мы будем ходить во свете? Во свете Слова Божьего. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то мы имеем общение друг с другом, то есть у нас правильное отношение друг с другом, правильное отношение с тем человеком, который представляет для нас посланничество Бога. Только в таком правильном отношении кровь Иисуса Христа очищает нас, и только потом может проявить себя и помазание. Давайте посмотрим, что помазание проявляет себя только где присутствует кровь. Исход 29, 20, 21. «И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Аронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой руки ноги его. И покропи кровью на жертвенник со всех сторон, и возьми крови, которая на жертвенники, и елея помазания. И покропи на Арона, и на одежду его, и на сынов его, и на одежду сынов его с ним. И будут освященные они и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним». Исходя из имеющейся концепции следует, если человек не разумеет, в границах какого света ходит Бог среди своего дома, и в сердце человека, то он не может иметь ни очищения кровью, ни, разумеется, помазающей силы Святого Духа, которая действует. Во-первых, в общении друг с другом, в границах света, в которые ходит Бог, и во-вторых, в границах, в которых кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. При этом следует разуметь, что помазание – это ответственность, которая дается только на определенные сферы нашего бытия. А именно помазание царя дается только для сферы обновленного ума, помазание священника дается только для поклонения в Духе и в истине, и помазание пророка дается только на способность слышать голос Святого Духа в своем сердце. Вот, пожалуйста, что мы с вами, святые, увидели, что обладать вот этим помазанием, куда нас апостол Аркадий привел к помазанию царя, к помазанию священника, к помазанию пророка, Господи, мы этого хотим. Он говорит, это помазание может быть только там, на том месте, на котором была кровь. А как мне ее получить? А вот необходимо иметь общение друг с другом, иметь общение с тем человеком, которого на тобою поставил Бог. И когда у вас есть правильное общение, вы ходите во свете, во свете истины, то кровь Иисуса очищает нас и, разумеется, приходит вот это помазание. Поэтому, если нету света, если нету общения, если нету крови, то в этом служении нету помазания царя, священника и пророка. Там непонятно, что. Ну и в десятых. Ложные твердыни спасения состоят в том, когда мы полагаем, что, идя в Дом Божий, мы должны приготовить сердце свое к служению Богу, что возводит второстепенное на первостепенное место. Екклесиас 4,17 Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Возведение жертвоприношения с второстепенного места на первостепенное является великим злом, так как низводит Слово Божие с первостепенного места на второстепенное, поступающие так наследует вечную подебель в озере Огненном. То есть мы ни в коем разе не имеем права низводить Слово Божие с первостепенного места на второстепенное. Поэтому слушание Слова Божия, во-первых, и во-вторых, разумеется, должно присутствовать и жертвоприношение. Хорошо, святые, будем молиться и благодарить Бога за то откровение, которое является уже достоянием нашего сердца, становится достоянием нашей души и наших уст. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за великую привилегию находиться на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы, Господь, находимся на том месте, на котором пребывает память святого имени Твоего. Ты позволил нам пройти через тесные врата для того, чтобы стать органической причастностью тела Христова. Мы благодарим Тебя, что мы признали то место, на котором Ты возвеличиваешь Своё Слово превыше всякого имени Своего. Мы признали, Господь, Твоё посланчество и Твоё отцовство в человеке, который передал нам эти драгоценные откровения. Мы благодарим Тебя, что сегодня мы можем поклоняться перед Твоим святым лицом в духе и в истине, задействуя в этом поклонении наше мудрое сердце и нашу обновленную душу, когда мы исповедуем веру нашего сердца в формате начальствующего учения Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы обращаемся к Тебе Твоим Словом, Твоим Словом, которое воцарилось в нашем духе, воцарилось в нашей душе, и которое сегодня через исповедание наших уст, кротких уст, которые, обознанные кротостью Христовой, воцаряется и в нашем теле. Тем самым это позволяет нам ходить перед Твоим святым лицом и приготавливать обличение своего рукотворного тела в наше нерукотворное, славное, победоносное тело, которое находится сегодня в формате сокровенного человека. внутреннего человека, нашего духа, который пришел в мир полного возраста Христова и который представлен в Истонии чистым и светлым, в которой мы будем, Господь, обликаться в то время, когда наступит время обличения. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься рабом Своего Слова, и мы превозносим Тебя как Господина времени. Ты хочешь помочь святым, Ты хочешь исцелить святых, но Ты зачастую медлежь для того, чтобы мы могли принести плод, который будет подставлять Твое святое имя. Поэтому, Господь, страдаем ли мы, радуемся ли мы, мы всегда, Господь, остаемся Твоими. И мы благодарим, что мы можем благодарить Тебя, что мы можем на этом месте приходить, чтобы слышать Слово Твое и иметь возможность познавать Тебя в Слове Твоем. Благодарим Тебя за могущественное Слово Твое и за могущественный Дух Святой, который пребывает на этом месте. Благодарим Тебя за то Слово, которое стало уже достоянием нашего сердца и которое сегодня мы с радостью исповедуем своими устами, что Ты позволил нам очистить нашу совесть от всех мертвых дел и разрушить все ложные и твердыни спасения и на их месте воздвигнуть истинные и твердыни спасения, на которых мы можем воздвигать наше упование, упованию нашего истинного призвания, которое находится в надежде нашего спасения. Мы благодарим Тебя за эту великую судьбу, за это утешение, которым Ты утешаешь нас через Слово Своё и Дух Святой, который пребывает на этом месте и который является Господином этого храма. Позволь нам также возвеличить Слово Твое и Духа Святого, как Господа и Господина нашей жизни в храме нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, и поклоняемся перед Тобой наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.